Устройства для компьютерной безопасности разрабатывают в Новосибирске. Это оборудование защищает от внешних атак, вирусов и других кибер-угроз. Разработка и сборка отечественные. Александр Потяникин о перспективах, которые открываются для IT-сферы. Сергей Черенцев оживляет оборудование, которое защищает от угроз из интернета и контролирует сетевой трафик. Для России такой продукт относительно новый. Я занимаюсь разработкой прошивки для микроконтроллера, для платформ-менеджера. То есть запуск питаний, тактовых частот, основного процессора. Важно, что и сборка, и программное обеспечение, отечественную продукцию компании, можно использовать как для бизнеса, так и в городском хозяйстве. Это представлена модель X10. Она замечательна тем, что выполнена в расширенном тепловом диапазоне эксплуатационном. Она может работать в температурном диапазоне от минус 40 до плюс 40 градусов. И не имеет движущихся частей в виде вентиляторов. И может, в принципе, остановиться на объектах СУТП. Сопоры разнообразные. В нынешней ситуации особенно важно обеспечить кибербезопасность. Здесь специалисты мониторят потенциальные угрозы и изучают технологии, с помощью которых злоумышленники проникают в компьютерные сети. Человеческий фактор остается наиболее уязвимым звеном. Поэтому на сегодняшний день самые распространенные атаки, это все-таки связаны с фишингом, с атакой на пользователя. И, соответственно, все тактики и инструменты, которые самые популярные злоумышленники применяют, они исходят из конкретного получения первоначального доступа к компьютеру жертвы. В России переходят на отечественное программное обеспечение. Нынешняя ситуация – большая возможность для роста. В том числе и для того, чтобы наладить производство различных компонентов для оборудования. Все непросто для того, чтобы элементную базу восстановить ее производство. Зачастую даже развитым капиталистическим государствам требуется десятилетие, поскольку процесс производства и воспроизводства всех технологических цепочек, он многолетний. Но, тем не менее, и в этом направлении сейчас делаются серьезные усилия. С 2025 года использовать иностранный софт во многих отраслях будет запрещено, поэтому сейчас количество предложений на рынке от наших компаний растет ежедневно. Продолжение следует...